Казань. Тысячелетний и всегда молодой город на перекрёстке культур. Третья столица России. Один из крупнейших экономических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров нашей страны. С Казанью связаны судьбы множества выдающихся людей, чьи имена вписаны в мировую и отечественную историю. Создатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский. Студент Казанского императорского университета Лев Толстой. Легендарный оперный певец Фёдор Шаляпин. Но самая яркая, отличительная черта Казани – это мирное сосуществование и взаимодействие традиционных для России культур – татарской, мусульманской и русской, православной. У нас есть некое понимание, что мы живём в одном большом доме, и квартира при этом у каждого своя. Мы помним, что дом у нас общий, и у нас есть общие ценности, вокруг которых мы должны объединяться. И мы часто говорили, что мы будем защищать свои традиционные ценности от нетрадиционного вмешательства. Поэтому я считаю вполне естественным желание открыть радио. Если есть радио, которое призывает к пошлости, к чему-то другому, почему не может быть радио, которое будет призывать к хорошим нравственным ценностям? Сегодня Федеральная конкурсная комиссия вынесет решение о праве вещания на частоте 95,5 МГц в Казани. Один из претендентов на эту частоту – автономная некоммерческая организация «Радио Вера Казань» с концепцией «Радио Вера». Радиостанция «Радио Вера» хорошо известна отечественному слушателю. Это радио о традиционных русских ценностях, о культуре и литературе, о вопросах смысла жизни, о вере и милосердии. «Радио Вера» вещает в десятках регионов, включая Карачаево-Черкесию. В Татарстане «Радио Вера» уже три года вещает в Альметьевске, где его хорошо знают и любят. «Радио Вера» уже себя зарекомендовала как замечательный продукт в области духовного и не только духовного, культурного, исторического, философского просвещения. И то, что мы говорим сейчас о важности «Радио Веры» присутствия на земле татарстанской, этом нет никакого сомнения. Зная истоки, правила, нормы своей веры, человек будет относиться более уважительно к носителям другой религиозной традиции. Поэтому «Радио Вера» для Татарстана – это будет общее приобретение не только для православных, но и для всех, кто будет его слушать. Потому что это не чисто только религиозное направление. Послушайте программы, ведь там очень много культуры, истории, философии. Все там есть, которое является нередко общим корнем для наших народов, нашей стране. Казань – тысячелетний и всегда молодой город. Город, который развивается, учитывая многовековой опыт взаимодействия различных культур и религий. Сегодня Казани нужна вера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова